всем привет меня зовут юля добро пожаловать на мой канал сегодня переделываем мою правую руку левой опять будут очень большие трудности мне очень неудобно и я каждый раз как будто первый раз делаю потому что рука за три недели забывает вообще что такое маникюр снимаем старый материал на максимальных тысяч оборотов так как реверс я не переключаю и для меня удобнее подставить мне на под пальчик бафик чтобы у меня на голом пылесосе пальцем не лежал и потом я уже спиливаю если я где-то не могу достать то уже убираю бафик и зачищаю остатки аккуратненько снимаем стразы но пылесос при этом деле должен быть выключен чтобы в нас ничего не отлетело на правой руке стразы я закрепила очень хорошо поэтому они очень тяжело отковыриваются много вопросов откуда у меня пылесос я его брала у григория федотова в группе ввк заказала у него есть еще свой канал где он подробненько рассказывает какие у него есть пылесосы есть еще хорошие пылесосы от макса они раньше работали вместе но что там кто-то кого-то кинул они разошлись и теперь делает каждый свои ссылочку и на всякий случай на канал григория оставлю и на группу ввк посмотрите в описании ну а пока я тут болтала я уже почти все спилила теперь немного корректирую форму длина у меня останется тоже я просто подкорректирую немножко и выровню неровности от фрезы сверху ногтя в отличие от левой руки прошлый раз где я три пальца довела до кровищи я в этот раз на правой руке сделала все более аккуратненько и не порезала вообще ни одного пальца супер круто я очень довольна потому что обычно у меня режется правая рука больше чем левая бережно и нежно вычищаем тиригий чтобы ничего нам не пропилить слишком уж сильно я в этот раз не старалась но все равно почистила как могла а этот пальчик получился у меня раненым вот здесь где очищаю у меня была заусенница и там просто кожа опухла и у меня там все болит торчит и мешается вот что значит не было под рукой ножниц я на работе взяла и кусанула эту заусеницу у меня воспалилась поэтому если у вас вдруг что-то торчит не откусывайте нехорошо это но теперь убираем кутикулу ножничками у меня они от зингер классической серии брала в большом магните семейном еще в магнит косметики есть магнит косметики 370 рублей в большом семейном магните 300 то есть почему-то там дороже магнит косметики очень уж они мне нравятся я в них влюбилась с первого раза после этих процедур все руки в пыли поэтому я и думать руки дальше обезжириваем ноготочки и делаем выравнивание перед базой наношу дегидратор который испаряется очень быстро затем беру праймер тоже небольшую площадочку следите за тем чтобы он у вас не подтек никуда на кожу потому что у вас база потом будет по ней поэтому липкому слою праймера течь затем как всегда рисуем базы площадку запечатываем торец а потом ставим капельку и помогаем себе тонкой кистью когда-то давно кстати кисть я не использовала но теперь сейчас вот не могу представить себя без нее как я вообще без кисти сделаю идеальный блик везде и для того чтобы гель-лак послушно лег на базу я удаляю с нее липкий слой если вы до сих пор этого не делайте попробуйте вам понравится а если еще забавить будет еще круче основной цвет выбрала именно вот этот так мне его захотелось никогда такие цвета не любила но так захотелось я не знаю я даже его описать не могу ну пыльная грязь какая-то пыльно темно розовый что ли лег идеально в один слой везде нанесла один слой мисс премиум конечно в этом плане суперские причем этот цветник у меня из старой серии был а вот тут я совсем забылась мне нужно было туда наносить блестки а я крашу дальше задумалась и крашу и крашу и даже мне подкрасить надо да 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 ладно хоть высушить не успела стерла возьму блестки от эк косметикс лак дорогой но классный конечно его очень сложно уложить нормально потому что мне кажется слишком там мало этих блесток то ли я так сильно водила ну в общем в два средних слоя я смогла его положить хорошо второй слой просто так корректирующий а дальше будем делать полосочки эти полосочки можно многими способами выиграть например посадить туда полоску стразиков или обрисовать черным гель-лаком ничего не захотела делать захотела прям просто вот так вот простенько минималистически оставить три дня уже хожу с этим маникюром прямо налюбоваться не могу когда много освещения много ламп блестит просто все невероятно особенно левая рука прямо там блестки как будто внутри они стойком и они под любым углом блестят не то чтобы там на липкий слой они все положились и все вот ой какая красотища девочки вам камера этого в жизни никогда не передаст не знаю что со мной случилось но вот этот вот свет конечно я не знаю почему я по нему сейчас обалдею никогда его не понимала в общем мне все нравится только вот жалею что у меня не четыре руки хотелось бы вот два как на правый и обе руки сделать и обе как на левой а еще пакеты с магазина можно было бы взять побольше ладно шучу короче покрываем топом и дизайн у нас готов и чуть ли не каждый день меня спрашивают какой топ и базы лучше скажите пожалуйста топ уона супершайн повторяю вот клио жидкий я еще не попробовала клио у меня только кучу кая по ошибке взяла базы у на клио тоже классные а вот и моя левая рука все-таки я решила ее тоже покрыть тупым посмотрите все-таки не так блестит как топ от гель-лака какая-то ребристость на глаз но рукой это не ощущается просто обезжирю ноготочки запиливать не буду посмотрим как относится покрываю топом у на моим любимым все все пальчики и сушим 30 секунд а результат стал еще круче вообще просто ну вот теперь совсем другое дело конечно изранилась я вообще по полной в этот раз конкретно перестаралась дизайн совсем не сочетаются но мне нравятся они оба участь у меня такая ходить с разными руками похоже но сегодня пора заканчивать всем спасибо пока пока а